Я не буду говорить про ладу седан, ни про баклажан, ни про прочие вещи. Я поговорю с вами о том, чем можно заняться в пробках. Когда руки заняты, ну ладно, одна свободна, второй можно почесаться, например, можно поковырять чего-то, можно мороженку съесть. Но это не производительные какие-то вещи, неэффективные, смысла в них большого нет. Поэтому нужно какими-то вещами более интересными заниматься. Можно, например, заварить доширак поесть, но в современном автомобиле доширак не заваришь. Поэтому я занимаюсь со своими друзьями разработкой технологии, разработкой технологий для беспилотных автомобилей. Тема эта очень сложная. В этой теме задействовано большое число компаний, начиная от маленьких стартапов, которые здесь присутствуют. Заканчивая очень крупными компаниями российскими, очень большими, которые все знают. Для затравки вот у меня есть такие слайды. Здесь картинка и QR-код. Можно телефончик наводить и потом видео посмотреть. Там все, что касается современных беспилотных автомобилей, которые перемещаются по дорогам уже сейчас. В данном случае это в Германии. Ну так вот. Современный автомобиль это уже не просто компьютер на колесах, как многие любят говорить. Это целая сеть компьютеров. Возьмем для примера автомобиль марки BMW, где компьютеров 25 штук. И все эти компьютеры объединены таким жирным каналом связи, где каждый час 4 гигабайта информации. И туда-сюда все это дело качается. Поэтому это очень интересно. Плюс ко всему развиваются такие технологии современные, как Big Data, Deep Learning. Благодаря этим технологиям, а также в связи с тем, что развиваются каналы высокоскоростной передачи данных. Йота живая там вообще-то? Я про них говорю. Ну ладно, мертвые. Так вот. Все эти технологии позволяют создавать беспилотные автомобили уже сейчас. Что собственно и происходит. На текущий момент, возвращаясь вот к этому слайду, я могу сказать, что это не совсем беспилотники. Там водители еще все-таки находятся. Вот здесь следующий слайд. Это уже про Citroёn. Бог с ними. Что происходит в голове у беспилотного автомобиля? Беспилотный автомобиль, его главная задача – это распознавание образов. Это распознавание того, что происходит на дороге. Поэтому мы свою задачу видели как раз в том, чтобы создавать те устройства, которые помогут автомобилю распознавать. Вот здесь первое – это ссылка на видео, то, что наши железяки делают. А это кадр из головы системы, которые анализируют дорогу. Почему беспилотники – это хорошо? Во-первых, это безопаснее. Во-вторых, это позволит людям освободить руки. В-третьих, это позволит людям освободить нервы свои. Потому что я не знаю, здесь, наверное, много людей, кто за рулем. У меня тоже есть машина. Я не люблю ездить за рулем, потому что меня это изматывает нервно. Потому что придурков столько на дороге, что это просто кошмар какой-то. Приезжаешь домой весь, особенно если с площади Калинина до Академгородка ехать – это мрак. Чего хотят люди? Они хотят того, чего я сказал. Они хотят в машине чувствовать себя как дома. И мы к этому стремимся. Мое понимание, понимание моих коллег заключается в том, что водить, сидеть за рулем – это неприятно, это не нужно. Не нравится водить, а удовольствие получать. Да-да-да, иди сюда. Вот это мой, да, мой, мой, мой говорливый друг, я хочу о нем следующее. Я хочу, садись в пытошную, я хочу о нем сказать следующее. Что мой говорливый друг, когда едет за рулем, когда он едет за рулем, время его реакции в субботу, утром, когда солнце светит ярко, на дорогах никого нет, время его реакции составляет 0,7 секунды. 0,7 секунды – это без учета времени принятия решения, когда ему нужно нажать на тормоз или на газ. Но когда он едет на работу, в наш гаражик в понедельник, все стоят в пробках, всем хочется спать, он тупит, все тупят. Время его реакции просто там, я не знаю, никакое, вот он даже может там бумажку не видеть, как она мимо него летает. Это невнимательность. Невнимательность – это 90% аварии, это 20 тысяч смертей в год, 20 тысяч. Ладно, смерти, все говорят, что там со мной ничего не случится. 40 тысяч часов ожидания в Гаевне. То есть люди просиживают штаны в Гаевне 40 тысяч часов в год, это жесткий такой удар по экономике. Поэтому водителю, в частности Евгению, нужно расслабиться и все-таки доверить руль компьютеру, потому что хотя бы компьютер предсказуем. У нас есть объективные и точные методы контроля работы компьютера. То есть мы знаем, как он себя поведет, мы можем его контролировать. Спасибо, Жень. А в отличие, скажем, от человеческого мозга, я думаю, Катерина подтвердит, у нас нет объективных методов контроля работы мозга в реальном времени. Мы не можем водителю навтыкать шурупа в голову, чтобы он был похожим на восставшего из зада. И контролировать его действия, чтобы если он вдруг начнет кого-то подрезать, чтобы мы могли разряд добрый электрического тока вплеснуть в головной мозг, чтобы он успокоился. Поэтому компьютер – это безопасно. Это безопасное вождение. Теперь я вернусь к нам. Собственно, можно долго рассказывать о том, насколько это круто, чем занимаемся мы. Мы занимаемся разработкой компонентов беспилотных автомобилей и программного обеспечения. Почему мы этим занялись? Потому что разработка для беспилотников и, в частности, для автомобилей – это безумно дорого. Вот здесь вот комплект разработчика. Ну, вот, скажем, Toyota покупает вот такую штуку. Она стоит полмиллиона рублей. Полмиллиона рублей еще стоит софт. Это одно рабочее место. Это безумно дорого. Мы хотим, чтобы технология беспилотного вождения стала доступна всем, стала доступна широким массам. Если все это дело притягивать к Академгородку, наша задача в том, чтобы любые разработчики, команда молодая, там, специалистов, не знаю, группа ученых, могли себе позволить разрабатывать для автомобилей, потому что это безумно приятно. Одно дело, когда твой код стоит где-то в системном блоке и рисует графики. Другое дело, когда у тебя здоровенная камазина выезжает на твоем программном обеспечении, и ты понимаешь, как это круто. Это действительно берет за душу, и чувство собственного восхищения просто из всех щелей прет. Ну, так вот, возвращаясь к технологиям. Какую технологию мы разрабатываем и как эта технология выглядит? Выглядит она следующим образом. Вот это представление компании NVIDIA. В нашем понимании она представляет более сложную собой структуру. Я сейчас вам ее нарисую. Это, собственно, срез того, как современные беспилотники, которые уже существуют, работают. У нас есть какой-то автомобиль. Художник от слова худо, не обессудьте. Он оборудован видеокамерами и радарами. Радары работают на частоте 77 ГГц. Для сравнения, ваш телефон, который у вас в кармане, работает на частоте 1 ГГц. Это вообще кошмарная частота. Но она законом нерегулируемая, поэтому все ставят вот эти штуки. Далее. Этот автомобиль – генератор большого числа данных. Я уже говорил один раз, что 4 ГБ в час. Все эти данные по каналам 4G-связи аккумулируются в облаке. Далее вся эта информация собирается на достаточно мощных серверах. Вот это, кстати, это уже делает Toyota. Это вот скоро мы все об этом узнаем. Если вы покупаете автомобиль в дилерском центре, знайте, за вами следят. Поэтому на чеку. Вот. Здесь у нас такие красивые сервера стоят. На этих серверах делается магия, как говорил кто-то из предыдущих выступающих. Да не у глотких-то говорил! Ура! Там происходит такая вещь. Там обучаются те самые нейросети маленькие, о которых говорила Катерина. Они есть не только у детей. Эти нейросеточки есть и у автомобилей сейчас. Не все боятся автопроизводителей об этом говорить, потому что с их точки зрения нейросеть штука непредсказуемая. И как она себя поведет, непонятно. Но все их тихонечко туда ставят. Так вот. Вот эта нейросеточка где-то там далеко обучается. И далее по каналам 4G-связи, я вновь напоминаю про YOTU, она загружается в компьютер автомобиля. Компьютер автомобиля – это маленькая коробочка, в ядре которой находится видеокарта, на которой вот этой видеокарточке дома люди любят погонять в GTA-шечку там или в кармагеддончик. Автомобиль после этого может совершенно спокойно вас возить по тем маршрутам, которые для вас привычны. На сегодняшний момент время обучения автомобиля составляет 72 часа. То есть вам достаточно 72 часа на автомобиле поездить, и он будет вас возить. Наша зона ответственности, зона ответственности моей команды лежит в этой области. Это датчики, которые представляют собой самый дорогостоящий компонент системы и компьютеры, которые занимаются расчетом того, как ваш автомобиль поедет. На сегодняшний момент нам удалось сделать вот эти компоненты доступнее для разработчиков. Если есть в зале разработчики, они меня поймут. В 40 раз. То есть если у вас есть, например, какая-то программа, которая стоит 200 тысяч рублей, можно это все дело получить за 20, ну и того больше. Зачем все это делается? У меня в голове шаблон такой сложился. Я сам из технопарка, что все нужно подводить к экономике и к бизнесу. Не уж не обессудьте, извините меня, если что-то к науке мало какого отношения имеет. Ну так вот, если исходить из этого подхода, последует то, что появится большое количество команд, молодых специалистов, которые займутся беспилотным вождением. И это произведет революцию на рынке. Это произведет революцию на наших улицах. Беспилотные автомобили станут обыденностью. Поэтому, если вы хотите заняться беспилотным движением, вы можете присоединиться к нашей команде. Я вас приглашаю. И будет круто, если мы весь Новосибирск заполним беспилотным транспортом. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok